привет всем в этом видео хочу поговорить о ноде multiply divide и может быть приведу какие-то примеры более наглядные но простые но наглядные буду генерировать примеры спонтанно поэтому это будет это будут самые простые примеры на самом деле но из них станет многое понятно для тех кто начинает для тех кто еще не знаком с этим многое станет ясно так для начала как вызвать ноду нажимаем там так мультиплай девайд либо отсюда либо же мы можем вот через это меню содержится все наши ноды мы в утилитах можем найти уже ноду мультиплай девайд так утилиты ищем мультиплай девайд вот и можем надевать этих нод кучу так далее что что содержит себе это нода так раскроем все атрибуты и здесь мы видим что у нее есть входные параметры есть выходные параметры но в принципе ничего хитрого на самом деле на вход мы подаем некие числа на выход на выходе мы получаем уже эти числа уже обработанные и выполнить какие-то операции над ними бывает выполнены и мы получаем собственно эти значения какие операции могут быть выполнены операция мультиплай умножение девайд деление и последнее вот у нас power power это возведение в степень что мы можем с этим делать ну возьмем несколько примеров возьмем наш мячик ну чтобы было понятно как бы и аниматором и ригером и другим ребятам других направлений сделаем простой анимации давайте кадров кадров 40 пускай будет кадров 40 простой анимации по у так пробиваем наш ключ пробиваем отскок так пробиваем еще один ключ так я свернул пробиваем еще один отскок так и еще одно приземление 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 так и смотрим что у нас получилось шарик прыгает так хотелось бы конечно немножечко ему анимацию подправить чтобы то хотя бы как красиво выглядело не совсем так окей но пусть немножко наш мячик зависает так ну вот этого достаточно в принципе пусть будет резкий отскок там там так наш мячик скачет что мы можем сделать с помощью ноду multiply divide мы можем установить интенсивность отскока разделив значение вот этих ключей ну на два на три на любой на на какое-либо значение то есть что мы делаем так это нам не нужно это все убираем далее у нас есть анимационная нода и она принимает некие параметры ну выделив ее выделим наш мячик мы видим что данном случае параметр это высота 7 целых 4 далее мы передвигаем мы видим 9 10 9 ну и так далее то есть на выходе это надо даете параметр это некие числа мы эти числа можем подавать то есть в данном случае мы видим что они идут напрямую в наш трансформ нашего мячиком они идут напрямую а мы для того чтобы разделить это значение между между ними вставим деление то есть вот сюда вставим деление и теперь значение не будет передаваться напрямую она будет сначала обрабатываться будет делиться и потом только на выходе мы будем получать уже некое число отличная от 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 исходного так подаем input x потому что у нас только по игре ну мы можем не игрек до чтобы было более понятно ладно сделаем y input y далее мы видим что мы получили что некое значение и на выходе тоже пускай будет output y ok как мы видим ничего не изменилось потому что в нашей ноде стоит power здесь единица давайте поставим новый operation то есть ничего не будет выполняться как как зашло так и вышло окей также продолжает прыгать 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 теперь сделаем так чтобы интенсивность прыжка была в три раза меньше поделим это значение на 3 окей девайд давайте на 3 делим на 3 так окей и сразу можем заметить что прыжки стали очень слабыми все значения разделились на 3 соответственно да соответственно прыжки тоже стали менее интенсивными так а теперь мы просто умножим и и видим что прыжки стали сильнее теперь значение умножается на 3 то есть это это прости простейшие математические операции далее мы можем возводить в степень но тут уже будут значение очень большие и прыжки у нас будут очень 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 ну видите даже он куда-то он улетел так я выделю этот мячик что было видно вот его уносит далеко далеко уносит его окей пусть будет немножко больше и видим все его унесло тут такие уже значения довольно большие 804 там еще какие-то могут быть так оставим мультиплей пусть умножается на 3 так так что происходит а я же увеличил сам мячик поэтому теперь интенсивность как бы не такая большая но мы можем отрегулировать интенсивность будем нажать на 20 окей и мы видим все все в порядке то есть входной параметр некое число выходной параметр некое обработанное число обработанное чем обработаны операциями умножения деления возведения в степень о чем говорят эти поля то есть тут первое число которым подаем на входной параметр это x входного параметра нет объясню по-другому то есть что что будет перемножаться между собой вот эти вот эти два поля то есть это два икса то есть мы видим input 1 это вот вот это input 1x и input 2x все что мы подаем сюда и сюда вот это допустим на данном случае у нас игреки они будут друг между другом перемножаться вот мы видим у нас все улетело потому что подаются уже большие числа мы можем эти же значения подать иксы то есть но в принципе ничего и не изменится просто нам надо будет а вот вот x поставить почему я выбрал игреки для того чтобы но немножко было это все наглядно так поставлю деление что было видно что происходит так делится на само себя соответственно что у нас получается у нас получается единица то есть нас ничего никуда не сдвигается инертное состояние так поставим тепла и 12 пусть прыгать ну вот как как мы можем заметить я подал на x и результат тот же самый я подавал на y и результат тот же самый когда нужно подавать три параметра сразу когда у нас подается некий вектор то есть мы допустим создаем можем сдублировать этот же мячик так секундочку вот ключи давайте скопируем ключи и создадим но не мячик кубик так пускай будет кубик окей так и передам ему те же ключи так ключи не передались так такое первый раз так секунду я предполагаю что это связано с тем что есть промежуточная нода мультиплей девайд если же вот этот кривая шла бы напрямую вот мы видим сразу что мы видели мы выделили трансформ и здесь появились ключи так попробуем их скопировать теперь копируем ключи прямо с трансформа выделяем следующий трансформ и попробуем передать ему эти ключи вот так они передаются через посредника ключи не копируется но это такое как бы немножко отошли от темы так снова мы передаем через ноду мультиплей девайд давайте через иксы пусть будет иксы так окей вот шарик прыгает а на кубике у нас оригинал вот этих ключей то есть как бы в принципе вот и что мы можем сделать мы можем взять вот его ключи можем подать допустим ну вот еще одна но да вот сформировалась мы можем подать input x2 но это уже к немножко запутанная операция вот мы подаем используем для делителя его значение значение этого кубика то есть мы можем подавать все что все что угодно в данном случае они вот одинаковые эти значения но с разной интенсивностью судя по всему и с разным таймингом мультиплей а ну да она множится множится поэтому если бы делилась у нас скорее всего ничего не сдвигалась бы так да все шарик остается на месте потому что его значение все время делится друг на ровно те же самые значения переключимся снова умножение что еще мы можем делать это я уберу так видим у нас ну допустим значение значение 5 пусть будет 5 вот и мы видим что умножается на 5 на кубик можно не обращать внимание он в принципе не нужен возьмем и сделаем 5 отрицательным числом теперь мы видим что наш шарик теперь прыгает противоположную противоположном направлении то есть мы теперь умножаем на отрицательное число соответственно получаем отрицательные значения вот таким образом можно манипулировать различными как бы различными операциями различными анимационными какими-то элементами то есть что мы можем сделать допустим у нас есть колесо наше колесо вращается но мы хотим чтобы наш объект двигался вперед но при этом колесо вращалось назад мы берем наш объект пускай будет это кузов кузов автомобиля автомобиль движется мы берем у автомобиля то есть у кузова берем транслейт допустим вот этот транслейт он будет передаваться в ноду мультиплай девайд а в ноде мультиплай девайд мы будем менять значение отрицательное и соответственно кузов движется вперед колеса вращаются назад то есть мы можем таким образом манипулировать нашими значениями изменять их на отрицательные ну и в принципе это то же самое что и в математике те же самые простые вычисления но как мы видим на вход на вход мы можем подавать все содержимое нашей сцены все содержимое что содержит некие числа собственно и все но да простая мы знаем что мы принимаем на вход что у нас является делимым делителем или наоборот множителем вот или числом который мы возводим степень то есть это допустим то есть 3 в степени 10 и на выходе мы получим наш y улетел объект потому что там получится просто огромное число вот 59049 вот собственно 3 10 степени все на этом все про надо мультиплай девайд я думаю этого достаточно всем пока всем удачи